Я рад пригласить нашего следующего гостя, Сергей Кулешов, заместитель генерального директора 1С Bittrex. Сергей расскажет нам о ключевых инструментах руководителя для повышения эффективности компании. Здравствуйте. Вам слово. Спасибо большое. Всем привет из оффлайна в онлайн. Да, у меня не очень много времени. Я постараюсь вкратце пройтись по тому, как сейчас происходит автоматизация вообще бизнеса, зачем это происходит и как здесь применим искусственный интеллект, как он помогает вообще с этой точки зрения делать все чуточку эффективнее, чем можно было бы. Давайте сначала посмотрим на несколько основополагающих моментов. У нас с вами есть целый ряд процессов внутри компании. Они есть основные процессы, которые связаны с вашим непосредственным производством, генерацией продуктов или оказанием услуг. Есть вспомогательные всякие внутренние процессы, которые у вас происходят. Это административная всякая история, хозяйственная и так далее. Есть процессы управляющие. По крайней мере, я их разделяю примерно на такие три категории. Мне кажется, в этих рамках говорить чуточку проще. Если мы с вами критически посмотрим на то, что происходит у вас в тех или иных процессах, например, мы посмотрим сначала на вспомогательные процессы, то есть те, которые не относятся непосредственно к оказанию услуги, а обеспечивают ваш офис. Вот мы посмотрим на несколько таких процессов, посмотрим на них критически и, например, попробуем найти, где в этих процессах мы тратим много лишнего времени. Вообще поиск потраченного зря времени очень полезная практика. Она помогает нам найти места, найти тонкие места в ваших процессах и сделать их эффективнее и быстрее. Ну вот мы посмотрим, например, что происходит на входящей и исходящей корреспонденции, как вы заказываете курьеров, сколько лишних коммуникаций происходит в том или ином процессе между вашими сотрудниками. При этом я не говорю о том, что коммуникация это плохо. Нет, коммуникация это хорошо, но они должны быть не касательно рутинных процессов или процессов, которые, в общем-то, должны быть отлажены, систематизированы, где лишние слова на самом деле излишни. Пусть люди лучше пообщаются на тему генерации большей пользы для компании. Если мы себе представим, что мы можем автоматизировать процесс таким образом, чтобы для того, чтобы, например, оплатить счет, вот как сейчас вы видите на небольшом видеоролике, нам нужно, инициатору счета нужно заполнить определенные поля в системе, прикрепить туда, соответственно, файл и отправить на согласование, и все. Ему больше ничего не нужно, потому что дальше система все сделает за него. Она побежит к бухгалтеру, к руководителю, к еще кому-то, кто участвует в этом процессе. И здесь не будет никаких излишних коммуникаций. То есть только то, что действительно потребуется в рамках утверждения вот этого документа. При этом это кажется гораздо проще и для человека, который инициирует, и для всех участников. То есть они не ходят, не спрашивают друг друга, не подпинывают, не создают никакой лишней суматохи вокруг, казалось бы, простого процесса. При этом если у нас человек какой-то отсутствует на рабочем месте или еще что-то, то есть система об этом сообщит, она может выбрать следующего ответственного и так далее. При этом система получается очень прозрачной. То есть вы видите конкретно, где сейчас происходит согласование, от кого вы ждете решения, на вас ли это задание или нет. То есть, соответственно, для того, кто согласует, он тоже видит все свои задания и, собственно, может легко и быстро понять решение. Причем неважно, где он в этот момент находится, он может делать это с мобильного устройства или со своего компьютера и так далее. Естественно, все уведомления он получает либо в мобильное устройство, либо с помощью пушей, либо даже на электронную почту, если вдруг это в каких случаях нужно. И никогда не пропустит задание, которое, собственно говоря, на него назначено, что, на мой взгляд, тоже крайне важно, потому что если мы начинаем что-то пропускать и забывать, ну, соответственно, процессы начинают рушиться. При этом современные всякие концепции автоматизации подобного рода истории, они стремятся к тому, чтобы саму автоматизацию сделать достаточно простой. То есть вообще наша задача сделать так, чтобы автоматизировать, систематизировать и автоматизировать процессы вашей организации могли вы, собственно, сами. Да, ну или там, условно, ваш системный аналитик или системный администратор, то есть человек, который чуть смыслит в компьютерах, понимает, что такое логика и может собрать этот процесс из кусочков, из элементов и, собственно, запустить. В остальном никакого программирования, никаких сложных систем, ничего не требуется. И вы это видите очень визуально, например, в том же формате Kanban, одна из наших последних разработок. Это вот смарт-процессы, которые являются частью CRM-системы. И на базе смарт-процессов можно автоматизировать любые процессы вашей организации. Чем может нам помочь искусственный интеллект во всей этой истории? Казалось бы, ну, процессы процессами, но у нас есть куча процессов, которые мы можем, часть работы по которым мы можем отдать искусственному интеллекту. Ну, например, можем упростить себе задачу, связанную с распознаванием документов. Ну, есть простые, как бы, сценарии, когда вы там просто сканируете визитку. Для менеджеров, например, может быть удобно. Он открыл CRM на мобильном, сосканировал визитку, это сразу сохранилось в… она распозналась, соответственно, и сразу сохранилась в CRM-ке, в лиды там или в сделке. Соответственно, мы можем распознавать клиентов, приходящих к вам в офис или приходящих к вам в магазин. Мы можем позволять системе управляться голосом. И сегодня там любого голосового помощника вы можете подключить к Bittrex24 и просить, например, Алису ставить для вас задачи, устанавливать встречи в календаре и так далее, что тоже помогает некоторые вещи делать чуточку проще, быстрее, возможно, где-то просто прикольнее. Есть история, связанная со скорингом. То есть, например, как определить в большом количестве лидов и сделок, какие из них наиболее перспективны. Система искусственного интеллекта помогает оценить эти лиды по тому, как у вас ведется активность по этим сделкам и сделать для вас прогноз, для ваших менеджеров прогноз, насколько эта сделка потенциально интересна, то есть, насколько вероятно, что она будет заключена и вы в итоге заработаете денег, получите этого клиента. И не забываем, конечно же, про чат-боты. Чат-боты, которые умеют правильно задавать вопросы, которые умеют отвечать, уточнять какую-то информацию, сохранять это все внутри системы, может работать не только для общения с клиентами, но и для общения внутри. Например, какие-нибудь элементарные заказы внутри компании или какие-то ответы на частые вопросы по системному администрированию или еще что-нибудь, можно реализовать на ботах, которые умеют понять, что пишет человек, и подобрать правильный ответ или связать с нужным специалистом. И когда мы говорим об простой автоматизации, автоматизации простых процессов, не забываем о том, что еще можно автоматизировать довольно сложные задачи. То есть, если у вас действительно сложные глубокие процессы, хорошо систематизированы, здесь тоже есть различные инструменты, более глубокие, где потребуется уже больше знаний и умений с точки зрения того, кто будет автоматизировать эти процессы и заводить их в систему, но зато появляется гораздо больше гибкости. Следующая история, которая помогает нам сделать компанию эффективнее, это цифровизация различного рода задач и поручений. То есть понятно, что в компании происходит много разных взаимодействия и коммуникации по этому поводу, введение проектов, управление задачами, управление поручениями. И цифровизация всей этой истории тоже крайне важна. Мы с вами можем любую задачу, любое поручение оцифровывать, то есть заносить в систему, и система сама будет уже дальше следить за соблюдением сроков, за тем, чтобы никто ничего не забывал. И коммуникации по каждому из объектов, которые мы в систему занесли, будут очень локализованы и удобны для тех, кто с этим объектом работает, то есть кто работает с этой задачей. Что, естественно, опять же уменьшает количество лишних коммуникаций. То есть мы, руководитель или постановщик задачи, в любой момент может обратить свое внимание на ту или иную задачу, на тот или иной проект и увидеть, какова реальная ситуация. Ему не надо никого дергать, никаких коллег, ничего не спрашивать, подчиненных, а просто открыл, в один клик и посмотрел. Более того, система позволяет сообщать о ситуации, когда что-то пошло не так, в момент, когда что-то пошло не так, а не когда уже в будущем мы узнали, что мы все профокапили. Для этого нам помогают различного рода автоматизированные штуки. У нас в задачах есть такая история, как роботы, и мы можем благодаря этим роботам в зависимости от статуса задачи совершать какие-то действия, уведомлять, создавать новые подзадачи, менять ответственность, менять статусы и как-то реагировать на какие-либо события, которые происходят вне системы. Как что-то со сроками происходит или откуда-то приходит какая-то информация, которая из другой, например, системы, которая влияет на конкретную задачу, и мы можем по поводу этого что-то с этой задачей сделать. Если мы с вами посмотрим на область работы с клиентом, у нас здесь тоже целая гора процессов, на которые имеет смысл тоже посмотреть немножко критически и подумать, а где мы здесь, вот в этих процессах, опять же, теряем время, теряем качество, совершаем лишние движения, которые мешают эффективному закрытию сделок, эффективному использованию ресурсов. И вот если вы на эти посмотрите истории, увидите, что это очень похоже на воронку продаж, но, грубо говоря, в каждом этом процессе есть куча задач и подзадач, которые должны делаться вовремя, регулярно, возможно, где-то автоматизировано. Ну, например, когда вы готовите документацию для своего клиента, там это заключение договора, там или, не знаю, выставление счетов, подписание закрывающих документов и так далее, многие эти вещи можно реально автоматизировать очень просто, там, простыми движениями со стороны вашего бизнеса и снять огромную рутинную нагрузку с ваших менеджеров. Подобного рода систематизация очень доступна, опять же, она крайне визуальна. Вы можете просто вот на визуальной доске построить свой процесс продажи, процесс гарантийного обслуживания или постгарантийного обслуживания, связать между собой эти процессы и добавить туда автоматизированные действия, которые помогут нам, вернее, помогут вам работать эффективнее, снижать нагрузку рутинную на менеджеров и, соответственно, повышать уровень сервиса по отношению к клиентам. Потому что если вы многие вещи делаете автоматом, ну, это говорит о том, что у менеджеров появляется больше времени на то, чтобы коммуницировать с клиентом и проявлять свои человеческие качества по отношению к нему. Таких автоматизированных действий может быть огромное количество. Главное помнить, что любое автоматизированное действие, оно направлено на то, чтобы принести пользу менеджеру, принести пользу клиенту. И это означает, что если вы, например, автоматом планируете какой-то звонок или автоматом, например, отправляете какое-то письмо, нужно помнить о том, что будет внутри содержания, как мы будем обращаться, или что конкретно нужно сказать менеджеру, если мы запланировали для него какой-то звонок и так далее. Помнить о тех моментах, где, например, клиент от нас что-то ждет или где мы ждем чего-то от клиента. Есть такие паузы в процессе сделки, когда кажется, что мы не очень можем повлиять на эту паузу. На самом деле можем. Если мы чего-то ждем от клиента, система может мягко автоматически ему напоминать об этом или предоставлять инструментарии для предоставления данных, например, в виде каких-то форм для заполнения, которые можно быстро с мобильного заполнить и, собственно, отправить вам этот бриф или отправить какие-то документы для того, чтобы мы могли дальше по сделке двигаться. Если вы чего-то ждете от клиента, можно оставаться в его информационном пространстве через рекламные кампании или через различного рода уведомления, которые может система сама автоматически отправлять. И здесь мы тоже можем применять различного рода системы искусственного интеллекта. Вот передо мной коллега рассказывал про один из сервисов, с которым мы в частности интегрированы. И такого рода боты позволяют коммуницировать с клиентом достаточно активно, то есть выстраивать свою логику и свою цепочку. Он прекрасно понимает, чего нужно клиенту, чего он хочет спросить. И, собственно говоря, подсказывает какие-либо ответы, выдает ответы этому клиенту. При этом вы сами определяете алгоритмы, все, что нужно от бота, собственно говоря, понять, что же хочет клиент спросить в данный момент. И такого рода системы можно применять не только на входе, но и в других совершенно сценариях, где, например, вам нужно, не знаю, обзвонить часть своей клиентской базы для того, чтобы ее отскорить, то есть понять, насколько там потенциально есть интерес. Например, делать опросы по качеству, делать какие-то дополнительные запросы технического характера, не там, где нужно поговорить именно с человеком, с клиентом, а уточнить его, куда привезти заказ, или сообщить ему о том, что что-то готово, или запросить ему какую-то дополнительную информацию. Для всего этого прекрасно подходят системы, основанные на искусственном интеллекте, потому что они не загружают человека, они нормально воспринимаются клиентом, потому что это техническая операция, и, собственно, может помочь вам работать эффективнее с этой точки зрения. Ну и когда мы смотрим на то, как выглядит классический жизненный цикл вашего клиента, мы видим, что у нас есть много моментов, где может произойти отток между ключевыми точками, ключевыми вехами этого пути, может возникать отток клиентов. Если мы обращаем свое внимание на те места, где у нас происходит отток, то есть когда они не доходят до заключения сделки, где-то отваливаются и так далее, где-то смысл обратить туда свое внимание и где-то глубже копнуть в процесс. Возможно добавить где-то автоматизированную историю, где-то добавить искусственный интеллект, который поможет с клиентом лишний раз прокоммуницировать, опять же, не напрягая ваших менеджеров, где-то создать полностью автоматизированную воронку, которая будет утеплять и напоминать клиенту и пытаться его вернуть. В этом помогает, собственно говоря, сегментирование. То есть когда мы с вами выбрали, можем выбрать часть нашей базы клиентской и выбрать ее на основе каких-то понятных нам критериев. То есть мы можем сказать, что нам нужны сейчас в нашей клиентской базе для того, чтобы с ней правильно провзаимодействовать люди, которые покупали у нас полгода назад. Люди, которые ничего не покупали у нас вообще, но вот в лидах они у нас есть, и мы с ними никак не взаимодействовали. Или, например, люди, которые относятся с определенными характеристиками, например, с уровнем дохода или с какими-то покупками, которые они у нас совершали. При этом также мы можем создавать такие сегменты на основе некого скоринга. То есть система может сама понять, какие клиенты наиболее близки к совершению покупки и взаимодействовать с ними с помощью различного рода, опять же, маркетинговых инструментов. Это могут быть рекламные кампании, когда мы просто заполняем информационное пространство клиента в его социальных сетях, в его лентах. Мы видим, он видит наш продукт. Это может помочь ему принять решение о покупке вот здесь сейчас, если он где-то в раздумьях. Или мы можем таким образом вернуть клиента, выстраивая автоматизированную воронку прогрева и возвращения клиента. И это все, опять же, выполняется простыми настройками, что самое главное. То есть здесь не требуется каких-то серьезных знаний для того, чтобы подобного рода системы настраивать. И самое главное, что подобного рода систематизация. Когда вы смотрите и ищите узкие места, ищите места тока, и начинаете с ними системно работать, внедряя туда искусственный интеллект, или работая с автоматизированными системами, вы получаете существенную прибавку в бизнес-показателях вашей компании. По некоторым исследованиям мы видим, что подобного рода систематизация в отделах продажи и маркетинга может приводить к увеличению прибыли до 30% и к существенному удержанию текущих клиентов. И, конечно же, увеличению конверсии в сделке от ваших текущих клиентов. Вот такая история, краткая по Ирхам. Если хочется подробнее посмотреть на разного рода инструменты автоматизации, пожалуйста, есть QR-код, можно перейти и получить там полный набор различных материалов, связанных с автоматизацией, с цифровизацией менеджмента и так далее. Спасибо большое за внимание. Готов ответить на вопросы, если они есть. Сергей, спасибо. Есть два вопроса от аудитории. Давайте. Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как вы сегментируете клиентов именно на основе AI. У нас есть, во-первых, есть целый ряд приложений, которые позволяют работать с базой. И там, к сожалению, для нас это скрытая история. То есть как работает искусственный интеллект в других системах, мы не знаем. Но в целом мы, например, умеем скорить. То есть мы смотрим на ту активность, которая происходит с клиентом и на базе предыдущей истории. То есть для того, чтобы обучить наш искусственный интеллект понимать, что происходит со сделками, нужно ему предоставить как минимум 2000 сделок. То есть на базе 2000 сделок он уже может понять, какие действия и какие характеристики внутри сделки приводят к положительному результату. И на основании этого он может прогнозировать все следующие сделки, попадающие в систему, и сообщать менеджерам о том, что вот здесь вероятность такая. И она, например, может улучшаться, если менеджер предпринимает правильные действия. Понял вас. Спасибо. И второй вопрос. Какие есть метрики эффективности внедрения автоматизации процесса? Например, сокращение затрат времени рабочего сотрудника. Да, метрик на самом деле много. И это очень правильный вопрос. Дело в том, что эти метрики вы по сути должны определять сами в работе над своими процессами. Если вы копнете чуть глубже вообще в историю систематизации, то есть в то, как происходит систематизация, работа с процессами, вы поймете, что метрики это одна из ключевых вещей. И определять их нужно до того, как вы решили что-то у себя систематизировать или автоматизировать. Где-то это могут быть метрики ключевых показателей эффективности. Например, у вас есть конверсия в сделке, и это будет для вас ключевая метрика. Вы решили, что вы хотите сделать главное – увеличить конверсию. Или увеличить средний чек и так далее. Таких метрик может быть много разных в зависимости от того процесса, с которым вы работаете. Понял. Спасибо еще раз за выступление. Спасибо за ваши ответы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!